Сергей, ну даже не знаю, с чего начать. Уже столько говорено, переговорено про эти инаугурации, парады победы и парады победобесия, что, в общем-то, наверное, уже дурной тон об этом говорить. Но все-таки у вас спрошу, потому что вы в одном из интервью отметили, что без ЧП там все-таки не обошлось. А что за ЧП было? Насколько большое? На Красной площади имеется в виду. ЧП несколько было, потому что какой-то там ботинок у кого-то слетел, и кто-то босиком, судя по всему, дошел до конца Красной площади, и ботинок остался этот. Но будем надеяться, что, я не знаю, там нога осталась у него, у человека. Вот. И потом была неприятная история для Путина, потому что ему, так сказать, после парада выставили в ряд, то есть в строй, командиров, генералов, полковников и так далее, которые командовали частями, которые были, и подразделениями, которые были, проходили парад. Вот. И там состоят все генералы, и Путин начинает, наверное, начинает подходить к ним, и большинство из них, значит, отдает ему честь и жмет ручку. А два человека не отдало чести, не пожало, пожало ручку, но не отдало чести. И тут из этого дела сделали, значит, раздули целую историю. Вот там, значит, два человека отказались отдать честь верховному главнокомандующему, а потом журналисты подловили одного и говорят, а чего ты честь не отдавал? Что ты это, у тебя это, политика ты, или там не любишь Путина, или вообще ты это, лично он тебе неприятен, или что сделал он тебе, я не знаю, там, не то продал, или не додал чего-нибудь. Вот. А этот, по-моему, это был полковник ВДВ, он говорит, а вообще-то строевой устав есть в российском. Вы будете смеяться, но в российской армии вообще-то есть строевой устав. И в строевом уставе записано, что когда вы стоите в строю, то вы не отдаете честь. То есть, грубо говоря, когда вы стоите шаблой в строю, то есть вы выстроены все в линейку, то вы считаетесь единым целым. И отдает честь тогда только команды, командир вот такого строя. То есть, грубо говоря, если вы стоите там в отделении, то командир отделения отдает вам честь. А вы стоите просто и молча, значит, по стойке смирно. Если это взвод, то командир взвода, если это рота, то командир роты и там, и так далее. И по взводам, может быть, там еще там взводные. Вот. То есть, грубо говоря, нашлось только два человека, которые из всех этих военных знают строевой устав вооруженных сил Российской Федерации. Все остальные, значит, как только видят этого Путина, Пляшевого, они тут же хотят отдать ему честь. Отдали, ну, честь они ему отдали офицерскую своей давным-давно. То есть, это уже, так сказать, они хотят уже тело свое, можете, отдать. Вот. С честью там у них уже давным-давно. Вот. Так что вот такой казус случился. Вот. Потом случился казус, что у Путина потекло из носа, тогда, когда он там на морозе произнес, произносил свою эту самую речугу. Вот. А поскольку он же в подворотне воспитывался, то у него даже платочка не оказалась под рукой. Вот. И он, значит, надо, так сказать, сопли свои, значит, сначала шмыдал носом, потом вытер рукой. Вот. Потом еще раз вытер рукой, потом сел. Ну, я думал, ну, вот сейчас сядет, достанет платочек, ну, тут высморкается, потому что, ну, чего уж это, долго терпел. Вот. Нет, он продолжил рукой вытирать. А потом, вот я бы, я себе представляю, что вообще, вот те, которые там с ним встречаются, я теперь почему не удивлюсь, если ему теперь руку подавать перестану. Потому что если он там сопли вытирает и потом с вами здоровается, это одно. А мало ли, что он там делает, куда он там зашел до этого. Вот. По старому Мгеновскому анекдоту, да, помните, это, значит, дипломаты, значит, стоят. До сих пор не подписано униан в Телеграме. А, это вы там. Это я включил рекламку, не обращайте внимания. Не рекламка, это призыв. Вот. И, значит, два дипломата стоят в туалете в ООН. Да, и один, значит, сделал свое дело, подходит потом и моет руки. А другой ему ехидно говорит. Ну, говорят, что это рассказывали, там, чуть не Громыка, там, или кому-то, там, министру иностранных дел, какому-то советскому. Вот. Говорят иностранцы, значит. Он говорит, а, типа, нас в дипломатической школе учили, что после... А, человек отходит и ничего не моет руки. Да. Да. А один говорит, а нас в дипломатической школе учили, что после туалета, типа, надо помыть руки. Вот. А второй отвечает, а нас ему учили на руки не писать. Вот. Вот такой анекдот, значит. Ну, вот с Путиным, судя по всему, значит, он вот там подтирает сопли своим руками, просто платочка у него нет, конечно, никакого. Он в подворотне вырос. Вот. Ну, и мало ли чего, он там еще своими руками там вытирает, прежде чем он идет, и ручкой со Слукашенко, и там, со всякими этими чернокожими президентами Гвинеи Бесао, там, и прочее, и прочее, и прочее. Кстати, президент Гвинеи Бесао, это не будем мы добавлять сюда, вот он с африканского континента. Я думаю, что у него-то, кстати, возможно, он воспитан лучше, потому что африканцы, как ФЛ, те, которые дошли в элиту, они там воспитывались каких-нибудь, опять же, во французских больших университетах или в английских, американских. У них в этом смысле с воспитанием гораздо лучше бывает, чем у наших русских, которые из провинции. Субтитры создавал DimaTorzok